Всем привет! Вы на канале Ирина Ф. И в этом видео хочу познакомить вас с такими уходовыми средствами-долгожителями. Этих средств хватает очень надолго. Почему? Мы сейчас с вами разберемся. И вообще, не надоело ли мне пользоваться так долго одним и тем же средством? Предлагаю начать с огромной бутылки от Гарнье серия Фруктис. Это соцспасатель для волос 10 в 1. Это комплексный, несмываемый такой крем-уход. У меня от объема 400 мл осталось, ну, где-то, наверное, треть бутылочки. Мы видим, что нам пишет производитель, что обещает. Со многими пунктами я могу согласиться. Действительно, придает блеск, разглаживает, смягчает. Приятный крем. Кстати, несмотря на такой огромный объем, и пользуюсь я им примерно с сентября прошлого года, соответственно, хватит мне, наверное, даже больше, чем на год. Мне это средство не надоело. Я пользуюсь с большим удовольствием. И пользуюсь в двух вариантах. Первый вариант я наношу на влажные, подсушенные полотенцем волосы. Наношу практически на всю длину, отступив буквально 5 см от корней. И второй вариант уже в течение недели я наношу на сухие волосы, но в основном только на кончики, чтобы убрать пушистость, сделать кончики более красивыми, дисциплинированными. Почему так долго пользуюсь? Ну, во-первых, огромный объем, как вы понимаете, 400 мл. Это очень-очень много. Во-вторых, у меня всегда в использовании есть еще какой-то продукт для волос, но чаще всего какое-нибудь масло. Ну, в общем-то, и пользовалась с удовольствием, и продолжу использовать с удовольствием. Следующая бутылочка, которая, несмотря на гораздо меньший объем, здесь всего лишь 150 мл, тоже каким-то образом оказалась долгожителем. Бутылочка уже такая, не первой свежести, она испачкана краской для волос. Почему, кстати, краской для волос, расскажу чуть дальше. Это масло от Ифраше, восстанавливающее, в составе есть ЖЖБА. Это старая линейка, сейчас это масло уже подобное продается в другой бутылочке. Я его использую примерно с начала, наверное, декабря прошлого года. Как вы видите, я использовала всего лишь полуфлакончика. Мне кажется, что мне, наверное, этой бутылочки хватит в итоге на год. Как нам рекомендует использовать производитель? За 10 минут до мытья волос, на грязные волосы, на всю длину нанести это масло, и через 10 минут моем волосы, как обычно. Я использую в таком варианте. Единственное, мне кажется, на 10 минут все-таки как-то маловато наносить это масло. Я стараюсь наносить минут за 30. Единственное, я делаю это только раз в неделю. В остальные разы, когда я мою голову, я это масло не использую. В принципе, использования раз в неделю мне достаточно. И второй вариант использования, который мне очень нравится. Перед окрашиванием волос, когда я уже приготовила полностью смесь для окрашивания, я капаю буквально пару капель этого масла. Он делает окрашивание еще более щадящим. Ну вот, собственно, при окрашивании я флакончика испачкала. Сам продукт хороший, никаких претензий к нему у меня нет. Кстати, расходуется он очень-очень экономично. Буквально несколько капель достаточно, чтобы нанести на всю длину волос. Не могу сказать, как он действует сам по себе, потому что, конечно, после того, как я его нанесла, помыла голову, я использую еще и маску для волос, или кондиционер, потом какую-нибудь несмывашку, но в комплексе все это дает вполне себе опрятный, красивый, хороший вид волос. Поэтому могу сказать, что и этим продуктом-долгожителем я довольна. Следующий долгожитель на полочке в ванной комнате – это корейская пенка для умывания. Почему делаю упор на слово «корейская»? Потому что именно корейских пенок мне хватает на целый год. Объем обычно у них стандартный. По-моему, здесь, да, здесь у нас вес указан 150 грамм. Ну, все они примерно вот такого размера на полочках и стоят. В этот раз у меня достаточно нежная и приятная яичная пенка от производителя из фолио. Она практически кожу не подсушивает, но все равно для моей сухой кожи мне вполне достаточно использовать такую пенку раз в неделю. Более частое применение не требуется. В другие дни я использую более щадящие средства, подходящие для сухой кожи. Поэтому вот такого тюбика мне хватает, представляете, на целый год. Кстати, еще такой лайфхак. Это корейская пенка. Если ее хорошо взбить в стаканчике, да, например, в каком-то, вот эта пена потом прекрасно отмывает кисти. Они просто чистейшие, можно сказать, в первозданном виде, как вы их купили. Так что еще один долгожитель. И два продукта долгожителя у меня для маникюра. Кстати, это уже повторные покупки. Уже несколько лет для удаления кутикулы я с большим удовольствием использую средства от Sally Hansen в большом объеме. Здесь 29,5 мл. Вот эта бутылочка, флакончик, да, он был приобретен примерно 4 месяца тому назад. Может быть, 3-4, как вы видите. 4 месяца я пользуюсь. И осталось у меня еще здесь месяца, наверное, на 2-2,5. Таким образом, этой бутылочки мне хватает месяцев на 5-6 обычно. Она не бюджетная, стоит это средство в районе 500 рублей, по-моему, сейчас. Ну, по каким-то акциям можно купить и дешевле. Конечно, ради эксперимента я периодически покупаю какие-то другие средства от других производителей. Но пока ничего лучше вот именно этого удалителя кутикулы от Sally Hansen я не нашла. Еще один продукт-долгожитель, который тоже я покупаю не первый раз, это биовоск от российского производителя DNC. У меня сейчас воск укрепляющий, также есть, по-моему, увлажняющий, питательный. Но, мне кажется, по действию, в принципе, совершенно все упаковочки одинаковые. Вот так выглядит эта малышка. Кажется, что здесь очень-очень мало продукта. Но, опять же, вот этой крохотной баночки мне обычно хватает месяцев на 5-6. Прекрасное средство. Набираем воск пальчиком. Он, пока вы набираете, уже подтаивает. И аккуратно потом наносим на кутикулу. Прекрасно смягчает, питает, делает ее внешний вид более презентабельным. Убирает какие-то небольшие шелушения, если они есть. Ну, в общем-то, при использовании такого воска кутикула однозначно выглядит гораздо лучше. Так что еще один, можно сказать, любимый продукт-долгожитель. Вот такие баночки и флакончики долгожителей обнаружились в моем уходе. Но, как вы поняли, это не потому, что мне не нравятся эти товары. Я их использую через силу. Нет, мне все нравится. Но вот такие они экономные. Такой у них экономичный расход. Кстати, интересно почитать ваши комментарии. Есть ли у вас в уходе такие же продукты-долгожители и какие именно. Спасибо, что посмотрели мое видео. Я вам желаю удачи, отличного настроения. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok